Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами, как необходимо оптимизировать корзину на вашем сайте, чтобы ваш товар чаще покупали и что необходимо для этого делать, потому что сегодня более 70% людей покидают корзину без покупки, то есть они выбирают товары, закидывают, а потом просто уходят. И для снятия этого видео я пригласил Пола Андре де Вера, который работает в крупной компании, оценивающейся 54 миллиарда долларов, и там он курирует SEO направление. Что же, смотри это видео до конца, и ты будешь точно знать, как необходимо оптимизировать свою корзину, чтобы получать больше продаж, потому что многие, они до сих пор обращают больше внимания, как получить трафик, как получить продажи с этого трафика, и забывают про какие-то простые вещи, которые могут увеличить продажи при существующем трафике в несколько раз. 5 стратегий, позволяющих снизить процент брошенных корзин. Я часто проверяю пользовательский опыт моих клиентов. Я предоставляю около 30 страниц анализа для всех страниц сайта, и я уделяю много внимания корзинам заказов, потому что по статистике 70% клиентов уходят и не покупают товары. Есть несколько причин, почему они так делают. Досмотри это видео до конца, и мы расскажем о пяти вещах, которые вы можете сделать, чтобы вернуть их или продать сейчас, когда они только добавили товары в корзину. Первое, что вы можете сделать, оставить меньше полей для заполнения, потому что, например, у одного из моих клиентов я обнаружил, что он использует аж 20 полей. Просто представьте, что вашему клиенту нужно заполнить всю эту информацию. Вы знаете, что люди ленивы. Я тоже ленив, все люди ленивы. Это наша природа, в этом нет ничего плохого. Но когда вы убираете ненужные поля, вы можете продавать больше. Например, почему люди любят Amazon? Потому что они могут щелкнуть один раз и купить. Да, они предоставили всю эту информацию ранее, но если у вас есть новые клиенты, вам нужно сделать меньше полей для заполнения. А дополнительную информацию вы можете запросить уже после регистрации или после покупки по почте или по телефону, если вы чувствуете, что она вам действительно нужна. Что ты думаешь об этом, Пол? Ты прав. Amazon и eBay – те два сайта, которыми я пользуюсь довольно часто. И есть одна функция, которую я использую постоянно. Это список желаний. Список желаний позволяет вам откладывать вещи, которые вам понравятся. Почти как возможность отложить вещь, которую можно попросить в обычных магазинах. Но такие списки будут напоминать вам, что у вас это есть и к чему вы можете вернуться. Возможно, сейчас у вас нет денег, чтобы купить это. Я думаю, что списки желаний – это отличная штука. Так что же еще, Анатолий? Да, списки желаний – это замечательно. И я заметил, что известные бренды используют символы сердца, чтобы добавлять элементы в списки пожеланий. Это очень просто для использования и понятно для пользователей. Потому что у большинства клиентов сейчас нет времени, и они не готовы покупать. И иногда они помещают все предметы в списки желаний. Они могут сохранить их все. А когда они вернутся, то смогут купить эти товары, и это нормально. Я бы сказал, прекрасно. Нет ничего плохого, чтобы создать списки желаний. И мой совет номер три – рекомендуемые аксессуары. Вы точно можете найти их на Амазон, когда что-то покупаете. После покупки вам покажут другие продукты, которые могут дополнить полезность вашего товара. Например, при покупке смартфона ему наверняка понадобится чехол, дополнительные аксессуары или что-то в этом роде. Что ты думаешь об этом? Именно так. Наличие рекомендаций по сопутствующим товарам для людей, которые купили что-то, может помочь снизить процент отказов и, возможно, увеличить продажи. Есть еще одна вещь, которую, как мне кажется, люди оценят. Это предоставление дополнительных возможностей оплаты, будь то биткоин, кредитная карта, PayPal или Venmo, независимо от основного метода оплаты. Сделайте эти варианты доступными для ваших клиентов, и они найдут способ приобрести ваши товары. Анатолий, какой следующий шаг? Мой финальный совет. Вы должны использовать оранжевую кнопку. Когда у вас есть свой веб-сайт, вы, вероятно, выбираете какие-то определенные сочетания цветов. Но используя оранжевые или красные кнопки, вы можете увеличить коэффициент конверсии на 30%. Согласно нескольким исследованиям, HubSpot разместил это исследование. И если вы посмотрите на Amazon, даже на Google, вы можете обнаружить, что их кнопки, которые дают какой-то повод для нажатия, они отличаются от всего остального веб-сайта. Вы тоже можете использовать эти кнопки. Во многих исследованиях я обнаружил, что вам нужно использовать оранжевый или красный, но сам я никогда не видел красных кнопок. Пол, а ты видел? Нет, я тоже не видел красных кнопок, но я видел кое-что другое. Кнопки, в которых есть слово, звучащее как призыв к действию. Например, купить сейчас, мне это нравится, или же положить в мою корзину. Просто разные типы призывов к действию на кнопки. Само по себе это немного повысит CTR. Да, или бесплатная пробная версия, или что-то в этом роде. Просто проанализируйте своих конкурентов и выделитесь среди остальных. Постарайтесь упростить все, что есть на вашем сайте, даже в корзине, потому что покупателям некогда разбираться, как нужно покупать ваш товар. Уберите все ненужные элементы. Например, если вы откроете Amazon, то увидите, что когда они предоставляют некоторую информацию о продукте, вы можете наблюдать меню или любые другие параметры. Но вы можете видеть только этот товар. Да, Amazon немного сложнее понять, но когда вы продаете миллиард товаров, вам нужно предоставить как можно больше данных, даже обзоры или что-то подобное. Просто проанализируйте своих конкурентов. Подумайте, как вы можете предоставить что-то лучшее, чем ваши конкуренты, чтобы упростить жизнь вашим клиентам. И если вы можете, то предоставляйте оплату биткоинами. Укажите на сайте, что будете принимать платежи с помощью биткоина. Просто сделайте это. Например, я обнаружил, что несколько антивирусов продают свои услуги за биткоины. Интересно, что это программное обеспечение анализирует то, что только крошечный процент пользователей может покупать свое программное обеспечение за биткоины. Почему бы и нет, если вы можете играть в эту игру? Это лотерея. Пол, ты веришь биткоину или нет? О, я люблю криптовалюту. Криптовалюта – это то, во что я инвестирую. У меня на телефоне очень много разных кошельков и приложений. Я верю, что это платежи будущего, поэтому очень верю в крипту. Интересно, что мой брат сказал мне, что биткоин потерпит неудачу. Другие могут сказать, например, Гэри Ви, что это будущее. Уоррен Баффет отвечает, ни в коем случае биткоин отвратителен и потерпит неудачу. У нас много разных мнений. Надеюсь, вы выиграете в этой лотерее. Это зависит от обстоятельств. Никто не может предсказать будущее. И я просто желаю вам удачи в этих играх. Спасибо за просмотр этого видео. Комментарии оставляйте ниже. Задавайте какие-либо вопросы. Подпишитесь на наш канал. И увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok